Дорогие друзья, Тульская область, Заугский район, СМП Адуванчикова, Сад Гортензии, Наталья и Сергея Наташина, Сережин сад. Приветствуем вас! Сегодня я хочу одним глазком быстренько рассказать вам и показать о таком сорте, который находится еще в регистрации и по которому много споров мы показывали в прошлом году вам его в совершенно зеленом цвете. В этом году я чуть я решила показать его уже в цвету, в наборе цвета. Сорт фисташка. Много ходит споров, въехала ли в Россию правильная фисташка. Либо это пересорт. Очень часто люди говорят о том, что под фисташкой они получают граффити. Мы стараемся следить за всеми новинками по гортензии метельчатой. Изучаем, проверяем. И скажу вам так, друзья, практически все новинки, которые еще только находятся в регистрации, уже мы постарались приобрести в наш сад. И выращиваем, смотрим, наблюдаем, проверяем все по сортности для того, чтобы вам предложить своевременно самые лучшие, самые новые, самые интересные сорта. Конечно же, мы не просто выращиваем, мы очень любим гортензию метельчатую. И поэтому мы изучаем ее, мы смотрим, проверяем, сравниваем. Так вот, сорт фисташка. Вернемся к ней. Прошлый год мы видели первое цветение, скажем, да, этого сорта. Вы можете посмотреть и сравнить на видео прошлого года. Смотрели, сравнивали с другими сортами. В нашем саду, напомню, больше 60, около 70 сортов гортензии метельчатой. И в этом году также наблюдаем за ней. Пока, скажем так, не пускаем ее в широкое распространение, да, поскольку сами смотрим, за ней наблюдаем. Но хотелось бы уже, наверное, сказать о том, что все же маточные кусты, которые попали к нам под наименованием фисташка, не похожи ни на один сорт, который произрастает в нашем саду. Ни на граффити, ни на какие-то другие сорта, с которыми их путают. Пожалуйста, посмотрите. Давайте посмотрим с вами вместе. Удивительный и очень интересный сорт. Действительно. Очень крупная шапочка. Вот так интересно он, как бы, набирает окрас, да, розы, слегка-слегка розовый. Но посмотрите, как интересно. То есть соцветие, вот оно изначально, да, лаймовое. Лаймовое слегка дает в белый цвет, слегка ванильное, ванильным оттенком. Не знаю, вот насколько передает камера. И вот соцветие, которое чуть раньше, да, распустилось. Посмотрите, как окрас у него приобретается. То есть некоторые цветочки лишь окрашиваются по контуру розовым цветом. Слегка, совсем небольшой подкрут цветочка есть чем-то напоминающий сорт. Сорт Литл Фреско. Тоже достаточно нашумевший и скандальный сорт. Но, тем не менее, посмотрите, он не похож ни на тот, ни на другой, ни на какой-либо иной. Возможно, вы что-то тоже подскажете, посмотрите, видели ли вы фисташку. Может быть, вам напоминает это какой-то другой сорт. Но вот на данном этапе, друзья, мы наблюдаем за ним очень с большим интересом. Вот такое большое широкое соцветие имеет сорт. Очень красивый лаймовый цвет с немного-немного розоватыми цветочками. Причем не повсеместно, да, а вот так интересно расположено все это. Шапочки вот такие конусовидные. Шапочки имеет. Сейчас я покажу вам. Прямо стоячие ветви, очень хорошие прямо стоячие ветви. Достаточно крупный цветок. Вот такой. И, друзья, куст очень компактный. Невысокий. Невысокорослый. Не взяла линеечку. Ну, думаю, он не превышает метра точно. Вот рядом находится металлика. Металлика порядка метр двадцать. Где-то. Метр десять, метр двадцать сейчас. Ну, и этот куст, в общем-то, примерно так же, наверное. Хотя, вот некоторые, то есть, как бы ветви выходят наверх. Но это по причине того, в этом году очень много таких явлений, по причине того, что были возвратные заморозки и некоторые ветви подмерзли. Да, вот тоже они только набирают сейчас бутоны. И те, кто не зацвел своевременно, те сильно дали в рост. Даже, скажем так, отлично от сортности. Некоторые у нас имеют размеры. Вот, например, рядом находится сорт краса лескова, который заявлен до полутора метров. Ну, вот на фоне стресса в этом году, на фоне возвратных заморозков, все наши кустики испугались и сильные-сильные приросты дали. Вот такой. Так, еще раз вернемся с вами к прекрасному и новому сорту, который называется фисташка. Давайте посмотрим еще раз вместе. Сравним, изучим. И, по всей вероятности, все-таки примем его как новый, совершенно новый, очень интересный, очень любопытный и необычный сорт. Фисташки 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 Поманят и забудет вот такая вот Я люблю Фисташки 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 Я люблю Фисташки 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 Продолжение следует...